всем привет привет девчонкам привет мальчишкам добро пожаловать ко мне на канал так в общем то так у меня есть такие баночки подписаны кориандр и тут видите уже прям вот донышко нужно намолоть и еще вчера я достала смесь перцев здесь и душистый и красный и черный и белый перец прям знаете смесь такая перцев я тоже хочу ее перемолоть прям вот все перемолоть у меня есть в мельнице насыпано я думаю мне хватит и вот кориандр кстати уже вот последний заказывала была полная баночка еще в пакетике закончился представляете я вот так вот его никуда не не добавляю а вот молотый вообще сам самолет не обращайте внимание сегодня на молочок что-то как-то я вчера видно передержала так что как ну как то так так есть это там есть кофемолка уже кофемолка мне это служит лет так шесть наверное я часто ею конечно же не пользуюсь чистенькая все ухоженная знаете когда вот сахар перемолоть на подру либо вот перец перемолоть там короче говоря так ну что сначала начнем на раз кориандр а кстати для перца я уже баночку подписала смотрите смесь перцев вчера вечером подписала чтобы сегодня не тратить время такие баночки у меня маленькие но дальше конечно посыпятся комментарии купите на маковые баночки я не хочу покупать у меня есть баночки зачем деньги тратить так начнем с кориандра начнем с кориандра знаете я наверное много насыпала надо будет поменьше насыпать так ложечкой что ли вот же чуть не насыпала в банку молотый кориандр как я уже говорил я его прям всюду и везде добавляю прям всюду и везде такой вот целью что-то как-то я не очень люблю его плане того что когда он попадается на зуб мне что-то не особо конечно это дело нравится молотый вот прям везде его и мясо и в супчики да везде что не готовлю везде добавляют так что таким вот планом мы его только едим только молотый еще надо намолоть я думаю этого мало потому что я как говорила что я цельный его никуда не использую только вот молотый тут конечно не серьезно мне вообще-то баночка была полная изначально значит его вещь если перемолю чуть поменьше насыпать поменьше насыпала быстрее перемолвался что-то у меня есть стол мокрый я вроде бы вытирала нет все равно мокро видно вон там нет все ой аромат какой у меня стирка уже стирается как вы слышите да два дня девочки и мальчики она не стирала прям два дня не стирала конечно стирки поднабрала что перчику там рассыпается с пакетика видимо где-то плохо закрытый вот сейчас буду перестирывать сегодня целый день так но если чувствую меня уже нагревается кофемолка я наверное дам немного остыть и отдохнуть чуть попозже продолжим молоть наши приправы хочется сказать огромное спасибо всем новым зрителям питеру привет пермский край привет краснодарский край кто-то у меня еще в общем то всем привет всем большой привет прям за эти вылетела из головы кого хотела перечислить волгоград ой девочки даже забыла вообще от вылетела извиняюсь всем большой привет в общем то всем новым зрителям всем постоянным зрителям всем огромный вам привет спасибо что вы смотрите спасибо что вы подписывайтесь спасибо что вы комментируете мне очень очень приятно так отодвигаем сторону это свое дело пусть остывает кофемолка боюсь перенагрузить она мне не задымела так а я тем временем хочу покупала недавно капусту свежую свежую капусточку огурец и пол перчика у меня болгарского хочу сделать салатинка немножко так немного так что за досточкой так ну что приготовила еще луковичку чашечку стеклянную досточка у меня тут сначала очищу качал . ну тут вот точно есть и не будешь капуста на попробуй на прям так лапками тянется как будто здесь мясо так еще наверное снять вот сейчас уже получше я сегодня готовить еду не буду у меня все есть а салатика хочется приготовить такого свеженького летнего я бы сказала так белочка ну и чё все капуста казалось есть так мне прям вот надо поменьше чем полка чинка остальное оставлю капусточку на борщ как нибудь сейчас конечно такое время хочется прям всего свеженького овощей фруктов правда же прям хочется весна близится дима конечно это вот так вот нарезаю я сильно тонко сильно сильно не умею максимально конечно стараюсь это чанчик хороший прям такой плотный это прям такая структура у него хорошая по-моему 29 рублей капуста в чижике я что-то недавно делала на обзор да конечно все дорожает ужасно просто дорожает со скоростью света одно стабильно наши зарплаты ничего не поднимается ничего не меняется не знаю когда что у нас там поменяется сейчас вот яйца например купить но уже это давно далеко не не секрет прям чуть ли не на праздник их покупаем либо на завтрак все семьи яички поджарить либо гренки сделать какой-то вы о чём яйца такое сейчас дорогое удовольствие я вот сейчас покупаю вот десяток яиц купила где-то только в тесто либо еще что-то либо если салат соберусь какой-то приготовить лишний раз знаете яйца не разбазаришь налево и направо когда летом приехала от мамы привезла наверно около ста штук яиц вот там конечно еле жарили и бисквит я пекла в общем-то салатики всякие различные делали с яйцами конечно когда свои яйца это конечно другой не знаете каждый день вот не знаю уже прям снится дом бывший дом казахстане дом где родилась снится прям вот улица сегодня снилось как будто по этой улице плавала вообще какие-то сны непонятные вроде бы ни о чем о таком не думали но подсознание в моем что-то происходит и снится вот это вот такие воспоминания с детства что ли дома свои вижу в которых я жила за свою жизнь ну родительский дом и свой дом где потом жила 6 лет не знаю вроде бы не сказать что прям скучаю умираю что вы думаете постоянно нет тем не менее сняться так ладно проговорила явно сегодня опять что-то приснится так все капусточка я нарезала я сейчас я немножечко присолю присолю перчатурку одену и помну капусту надо чтоб она немного слезу пустила так сказать отдала пока она будет стоять создавать я нарежу остальные ингредиенты ну перчатка чистенькая еще можно будет куда-нибудь ее использовать так окурчик помыть были на днях в гараже и проезжали мимо своего огорода ну там все конечно снегу все заснежено мне как-то так стал тоскливо как-то так знаете так жалко вообще что не будет у нас огорода половинку огурца использую прям как-то нахлынули воспоминания что у нас огород был что где росло прям знаете проезжаем и я так вот вспоминаю меня прям накрыла волна такая воспоминаний что где росло у меня в этом огороде как и что было в общем то тоскливо конечно хотя действительно огород вот это такое дело что просто на все лето ты вообще не выездной не выходной никакой просто изо дня в день у нас это лето вообще было жесткач какое мы с работы прилетали ужинали допустим там либо полдничали ну как летом то день длинный ужинали и и мельчались в огород то надо было траву прорвать то надо было пополивать надо было удобрить потравить и так далее а когда уже пошел урожай это вообще я тут эти банки крутила вертела и день и ночь просто вообще но зато все было свое полный зал у меня не знаю видео это я снимала не снимала уже не помню по всему залу мне эти корзины стояли с помидорами потому что на балконе было очень жарко я все заносила в зал ну в квартире немножечко был прохладней чем зале очень на балконе вот такими девочки мальчики кусочком соломочкой подобие соломки нарезала огурчик вот так луковичку почти еще одну да детей не было у нас дети были в казахстане все лето поэтому мы особо вдвоем много не ели поначалу то конечно первые огурцы первые помидоры ух как было здорово все ели не успевали зреть те помидоры ой помню как первые штук 5-6 принесла ой счастье столько было некоторые были помидорки такие знаете как больные поврежденные какие-то ну нам это не мешало по обрезали ели вообще а потом конечно уже это ничего не елось помидоры еще ваня говорил что помидор как-то на кустах мало они потом как разрослись кусты вот так все позакрывали и потом как начали спеть это вообще я не успевала просто их перерабатывать можно еще ручку прямо варила и жарила и парила а про банки вообще молчу от отсюда и покупала и подружек и у соседей и там в огороде и в сарайкинах нашла склад банок и оттуда в общем-то банок мне не хватало так и перчик перчик тоже я как-нибудь сначала вот так кстати так у меня ножички из пилочка мелкая пилка мой любимый нож но не все колбасу допустим им не порежешь а вот такого что-то мягкое вот типа как вот перчик тот или огурчик или яйцо вареное или картошку вареное очень классно режет вот помню как расстраивалась когда у меня огурцы заболели не знала что с ними делать а когда они пошли у меня плоды уже пошли это я не знаю я огурцов собрала ведер 20 если не больше машинка пропищала просто вообще очень много было у нас огурцов помидор было много но помидоры они видите как-то у меня как-то заморозки пошли рано и мы помидоры получается все собрали в гараж мы везли уже доедали помидоры такие которые зрели в гараже огурцы то мы все ели с грядки и было очень много день дня два на третий день едем ведра два три огурцов на третий день едет ведра два огурцов очень было много просто очень много а если это что-то проворонишь все переростки эти маня потом тоже мужикам там в гаражах давал вот такие не сильно прям переростки не желтый такие прям ну вот такие крупные которые в банку допустим не не полезут вот такие вот что только на еду так сказать короче говоря самое было прекрасно когда пошел в урожай это было конечно здорово так маслом растительным заправлю древнее масло масло тут за вами стоит он соседи ручу так и черный перчик дем не черный перчик тоже такая же баночка тоже подписанная ну вот так вот у меня я так понимаю опять этот блок получится очень большой как если только на кухне чем-то занимаюсь вот получается очень большой очень длинный вот соседка как кричит знаете пересматривал свои видео где день рождения владюшки отмечали мы когда мы сидели кушали оказывается там такой грохот стоит видео что за грохот потом до меня дошло что это с третьего этажа дети так бегали прыгали что у меня на видео это все это вразилось по столеть ох ну вот такой вот у меня получается салатик среди зимы яркий осенний ой красивый говорю уж прям само слюнки текут как я сейчас пойду взвешиваю белье загружу другую стирку к вам вернусь мы с вами домолим наши сыпучие приправы ой какой красивый девочки салат и мальчики поправляюсь я стараюсь мне конечно тяжело для меня приятное удивление было то что мне еще зрители оказывается есть мальчики мужчины так что поправляю себя вот такой вот прелестный просто салат обратите внимание очень красивый очень очень красивый салат с удовольствием поедим ладно пошла развешу бельем немного позже к вам вернусь но мы с вами продолжим еще померим не знаю может быть наверное перчиком это дома вот у меня кофемолка вся доверим уже его потом перцем займемся так ну что кориандр намолола полная баночка но в принципе это последний основного кориандра уже нет все теперь буду молоть черный перец я кофемолку все протерла сухой тряпочкой все чистенько все было и буду молоть теперь смесь перцев смесь перцев буду сыпать в отдельную баночку интересно еще пока не пахнет попробуем весь перемололся кроме душистого вот душистые шарики они не молятся не меряться никак смотрите они никак не промалываются все остальные все в порошок превратилось все пусть будет душистым вот столько намолола душистого перца смесь перцев видите даже там не молит вот эти вот крупные перчинки слишком тяжело кофемолке работать больше не стала ее нагружать а вот эту всю смесь перцев как из пакетика все просыпается я ее сыплю в баночку надо знаете ступу купить ступе толочь я думаю ступе будет более практично но все тогда растолкется и крупные мелкие а так пока вот так на хранение все не будет просыпаться по сумоку я сейчас протру все помою и уберу в колобку на хранение а так вот сегодня вот такая вот у меня заготовочка перемолола свои сыпучие приправы ну что дорогие друзья на этом я сегодняшнее такое длинное огромное кухонное видео буду заканчивать всем огромное спасибо за внимание всем спасибо за просмотр спасибо кто досмотрел это видео до конца всем пока до новых встреч